Оперативники уголовного розыска задержали лже-внучку и лже-полицейского. Они работали в паре. Мужчина звонил пенсионерам, говорил, родственница арестована за наркотики. Кадры камеры видеонаблюдения. Ночь. Двор дома в Калининском районе Санкт-Петербурга. Мужчина входит в подъезд. Спустя несколько минут удаляется. Бегом. Уезжает на автомобиле. Ходил, ну, мне поросили, я ходил за водой. То есть, сказали, идти туда, забери деньги и принести, правильно? Судимый ранее сказать, пожалуйста. По каким статьям? В-28-158. Схема мошенничества предельно проста. Пострадавшая пенсионерка, 85 лет, ветеран труда. Ее разбудил ночной звонок по телефону. Звонивший представился сотрудником полиции. Он сообщил, что якобы за незаконное хранение наркотиков задержана ее родственница и требуется 40 тысяч рублей для освобождения от ответственности. Также в телефонной трубке потерпевшая услышала женский голос, как ей показалось, похожий на голос внучки. А вот и внучка теперь действительно задержана. Конечно, она не родственница обманутой пенсионерки. Ранее судима как раз по наркотической статье и за кражу. Обманывали бабушек. Обманывали бабушек. Ну, каким образом? Каким способом? Мужчина знакомый ему звонил. Я как бы представляла с внучкой. Дальше я ничего не делала. То есть ваша роль была, я так понимаю, внучке, дочке и так далее. То есть женский голос по телефону. Лже-внучка и лже-полицейские супруги. Задержаны третий участник преступной группы. В ходе обысков обнаружены банковские и сим-карты, мобильные телефоны. Предстоит выяснить, каким образом к подозреваемым попали списки пожилых жителей Санкт-Петербурга. На них по метке преступников возбуждено уголовное дело. Игорь Иванов, Степень защиты.